Для спортсменов были созданы все абсолютные условия. К нам был представлен мальчик-волонтер. Я не знаю, когда он там ел-спалку. Когда он ужин, он был всегда рядом. И любую даже самую необычную просьбу он мог выполнить в кратчайшие сроки. Питание, ну все. Все устраивало полностью. Отклоняясь от спорта, впечатлили отдельные, наверное, всех волгоградских спортсменов, это дороги. Потому что до объекта добираешься, и такие мысли, когда же начнет трясти. Таких ощущений не возникало. Очень понравилась кухня. Я только смогла оценить это после взвешивания. Также очень понравилось, что на территории деревни был религиозный центр, что можно было его посетить, как уединиться, помолиться перед соревнованиями. Также вот эта атмосфера сама, где много спортсменов, и все они с таким невероятным желанием к победе. И вот это как-то заряжает, и такая атмосфера, хочется там находиться и участвовать в этом всем. Так как я до этого выигрывала все чемпионаты мира, в которых участвовала, прогнозировали, конечно, глотую медаль. Но это дополнительный груз ответственности. Конечно, переживала сильно, что у меня возложили такую ответственность. Но ехали туда за победой, то есть настраивались серьезно, старались найти информацию о соперниках какую-то как-то, подготовиться именно к борьбе с ними, какие-то приемы, тактики разработать. К сожалению, да, в нашем регионе мало кто знает, что такое борьба на поясах. Мне часто приходится об этом рассказывать. В отличие от Татарстана, где каждый слышит этот вид борьбы, и сразу приходит восхищение, и сразу человек становится интересен. Потому что у них это, как бы, такой популярный вид спорта. У нас, как бы, пока это все только развивается, ну, смысл состоит в том, что этот вид борьбы, как бы, собрал в себя большинство приемов из разных национальных видов. Уникальный тем, что здесь собраны, в принципе, приемы из любых видов борьбы. Ну, это, конечно, тяжелый вид спорта, не буду скрывать, но как и любой другой, в принципе. Ну, я хотела бы сказать ребятам, в общем-то, девочкам, чтобы они не думали, что если ты будешь тренироваться и заниматься борьбой, то ты превратишься в какое-то, может, подобное существо или там в какое-то чудовище. То есть ты будешь абсолютно спортивный, здоровый, ну, не считая травм. Но этого можно избежать при правильной подготовке и работе. Вот. И как бы можешь постоять за себя. Спасибо.